И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас в игре вышло новое обновление, которому подвергнулось у нас две пушечки, две пушечки у нас стали более нагибающими, а именно рикошет и страйкер, сегодня потестируем именно таки данные две пушки, посмотрим насколько они жестко вообще стали нагибать или не стали нагибать И по этому поводу ребят сразу же конечно хотелось бы сказать, что если вам нравятся именно такие ролики, обзоры после обновлений там и все тому прочее, то обязательно поставьте лайк перед началом данного ролика, но мы в принципе будем сейчас тестировать и смотреть вообще как оно себя ведет в бою, именно Начнем сегодня с рикошета, я уже зашел к ребятам там на голос, спросил что да как, чтобы уже иметь какое-то представление о пушке, сказали что у рикошета стало 30 шариков в баллоне вместо 15 если не ошибаюсь, которых были раньше И это уже ясно и понятно всем, что это конкретный апп пушки, потому что я уже вижу что урон, мне так кажется вообще не изменился, но количество резистов на карте уже я смотрю очень таки большое, это значит что уже все игроки понимают насколько имбовая пушка у нас стала Интересно будет посмотреть насколько она далеко уйдет, но могу сказать уже точно, что играть например на больших картах с устройством на дальность на данной пушке это будет очень таки актуально И это имеет смысл быть Понятное дело, что резистов появится намного больше, так как в пол баллона больше считай добавляют, еще плюс пол баллона я хотел сказать И я с уверенностью могу сказать, что это явно жесткий апп пушки и поэтому посмотрим, что будет именно таки дальше, возможно ее в скором времени уже начнут нерфить обратно, потому что Настолько большой баллон делать, это прям очень таки жестко Серьезно, ты начинаешь бить пушкой и у тебя вообще баллон не уходит, просто не уходит, он постоянно у тебя как будто хилится, как будто ты играешь я не знаю на какой пушке Ну у тебя как будто вечный баллон, просто вечный баллон, ты стреляешь и стреляешь, стреляешь и стреляешь По 700 урона, урон у нас не изменили, а если изменили, то он стал буквально там на 50 хп меньше, но я думаю, что его в принципе не изменили Я конечно особо не следил за количеством именно таки урона рикошета, но по тому, насколько он жестко сейчас дамажит, я могу с уверенностью сказать, что тут ничего не меняли А просто жестко апнули баллон именно таки данной пушки Ну, количество резистов меня уже сразу удивляет, а это значит, что ну реально ап есть Ап есть жесткий и играть на рикошете сейчас в боях станут намного больше Если конечно же от этой пушки не будет так много резистов, как вот например в этой каточке Катку мы сливаем, ну в принципе мне хотелось бы доиграть до конца, чтобы протестировать еще одну пушку, а именно страйкер, который подвергается уже второму балансу за буквально последний месяц Недавно мы тестировали именно таки смаку со страйкером, там я честно говоря не заметил никаких изменений на страйкере Ну а сегодня якобы уже будет видно изменения именно таки в качестве сплэша пушки, то есть это как на громе, так же и на страйкере у нас теперь виден уже урон Именно таки то, что сплэш урон по 2-3 танкам он уже увеличен и это будет сегодня таки видно Вот сейчас у нас уже 5 минут до конца боя остается Что касаемо рикошета, уже в принципе всем все понятно Реальный апп пушки имеется и я думаю, что надо бы уже сейчас сливаться и быстро менять пушку Ну количество резистов конечно это прям просто эпик фейл Сколько резов от нее Поэтому не знаю, не знаю Насколько будет актуален в ближайшее время рикошет, если столько резистов будет от него брать, то в принципе актуальности большой не будет Пользоваться этой пушка Так Страйкер меня уже убивает, но не успел я конечно свестись Плоховаты дела, но Попробуем сейчас именно таки найти какую-нибудь кучу Игроков, чтобы проверить именно Сплэш урон Возможно таки на этой карте у нас не получится это сделать, поэтому Пока просто понакидываем С уроном ничего не сделали, именно таки изменили Сплэш качество пушки Безусловно это апп Ну вот сейчас был такой моментик, когда в принципе Я должен был сплэшить два танка Но почему-то сплэш урон по второму не прошел Где у нас тут вообще респ зона? Давайте постреляем, давайте вот так стрельнем Нет, отсюда вот не идет урон Надо именно от стеночек каких-нибудь проверить И посмотреть насколько жестко вообще дает сплэшам Ну вот сейчас был неплохой сплэш И ох, а вот сейчас был шикарный сплэш, я бы сказал Я ударил в стенку, наверное, ну если там в 3-4 танка расстояние было И 1000 урона прилетело с ДДшкой Понятно, что танк был без ДА противника Но все равно хороший, хороший урон влетел 800 Еще, хороший сплэш Я думаю, что сплэш именно таки страйкера Примерно приравняли к сплэш урону Который у нас сейчас имеется на грамме Грому, как вы знаете, сплэш урон поднимали Буквально там полтора или два месяца назад Не помню точно Но примерно около этого времени ему поднимали Поэтому я думаю, что примерно таки именно так как страйкер По своей именно физике похож как пушка Ну как гром я имею ввиду Я думаю, что именно таки сплэш урон сделали примерно такой же Вот сейчас бы выстрел попасть и было бы О, ну да, 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 хороший, хороший, хороший сплэш урон получается в итоге Меня радует страйкер По прошлому обновлению я говорил, что никакого изменения я в принципе не чувствую Так как, ну там серьезно, там какое-то было такое же Не совсем серьезное изменение Хотя сейчас вот видите, я в принципе если был бы на грамме То какой-нибудь минимальный, но сплэш урон бы все равно от этого дома Прошел бы к этому диктатору А на страйкере сейчас сплэш урона не было Поэтому возможно таки сплэш урон не такой прям жесткий как на грамме На грамме он сейчас немного поярче выявлен Именно и выглядит больше, в наибольшей крутости А что касаемо именно таки страйкера Он поднялся, но не так значительно, насколько он поднимался именно на грамме Поэтому как-то так Ну, именно относительно, если два танка стоят у нас в упор То максимальный урон проходит по двум танкам Раньше этот урон при двух танках То есть если, например, по одному танку давал 800 урона То по второму максимально могло проходить, если не ошибаюсь, то 600 или 500 урона То есть сейчас же сплэш урон получается по двум танкам стоящим рядом Если стреляешь по одному, второй стоит рядом Урон проходит почти ж таки одинаково максимальный То есть там разница буквально в 30 урона, я так смотрю И это явно уже понятно, что Конечно, не в такой жестко значительной Мере Сплэш урон вырос, как, например, у грома Но тоже вырос И резистов от данной пушки Вот, например, в данном бою Как не было раньше, так и не имеется, в принципе, сейчас Ну и по опыту я бы сказал, что за счет, наверное, даже вот этого страйкера Мне Удается занимать первое место в катке Вы знаете, что у нас уже началась новая звездная неделя Мы будем на стримах набивать, ребят, звезды Поэтому все, кто не приходит, никто не смотрит стримы Обязательно советую вам их посещать, смотреть Ну и выигрывать ценные всякие нагибаторские призы И контейнеры, и много чего другого интересного Поэтому приходите Чаще всего у нас стримы проходят в 7 часов по московскому времени Именно вечером Поэтому всех жду Приходите Выигрывайте Проводите весело время Ну а, в принципе, тест у нас такой вот Какой-то вот нагибаторский получился Я думаю, что, в принципе, завтра мы еще запишем именно таки ролик По тесту на Magnum Так как сегодня у нас при обновлении именно теста на Magnum не вышло Не знаю, с чем это было связано И почему именно так получилось Но тест у нас именно таки Тест Magnum именно таки пройдет завтра Сегодня у нас данного теста не будет Так как обновление, в принципе, у нас Не вошло именно в этот черед А выйдет оно именно таки завтра Такой вот ролик у нас сегодня получился Если он вам понравился То обязательно поставьте лайк Если вы еще вдруг его не поставили Также подпишитесь на канал Ну и нажимайте, ребята, на колокольчик Чтобы не пропускать новые ролики И стримы Быть в курсе всех событий Это вот прямо, ребята, очень-таки важно Поэтому обязательно нажимайте Ну а у меня, в принципе, на этом все Спасибо, ребята, что посмотрели данный ролик Всем удачи и всем пока Продолжение следует...